Ну, во-первых, мне непонятны цели и задачи этого закона. Мы защищаем общество, как слышно, вот как я поняла из слов Юрия Ильича, или мы защищаем детей. Если мы защищаем детей путем привлечения к ответственности малолетних с 12 лет, то тут большой вопрос. Но самое главное, я полагаю, что сама постановка вопроса, она не решает ключевого вопроса, вопроса о том, как сделать так, чтобы малолетние не совершали преступления. И об этом, я думаю, мы сегодня поговорим. Лариса Актибристовна, скажите, пожалуйста, 13-летний подросток совершил ряд жестоких убийств. Ну, ситуация не то, чтобы ее представить, это вполне возможно. Экспертиза подтвердила, что он психически вменяем. Есть ли вероятность, что исправительная школа его исправит? Одна минута. Подросток совершил преступление, неважно убийство, грабеж или кража, который является основными преступлениями среди 13-летних. Может ли его исправить тюрьма или его исправит колония? Я думаю, что все зависит от того, какие люди будут работать в этой колонии, какие цели они себе поставят, и как среагирует семья на совершение этого преступления. Потому что преступность не ликвидируется путем содержания в колонии, а преступность ликвидируется путем профилактики преступности, то есть работа с семьей, работа с подростками до того, как они совершили тяжкое преступление. Но мне кажется, вы уходите от ответа, потому что конкретно, совершил уже ряд жестоких убийств. Исправит ли его исправительная школа? Да или нет, можете ответить. Исправительная школа может его исправить, если программа содержания в исправительной школе будет пробуждать в нем доброе, вечное, и попытается ему объяснить ценность человеческой жизни, чего он, возможно, не понимал ранее. Плюс он растет, и через год ему будет уже 14 лет, и он многое то поймет, что он не понимал в 13 лет. Я полагаю, что 14 лет – это возраст, когда ребенок перестает быть малолетним и становится подростком. И поэтому уголовная ответственность с этого возраста, с точки зрения психологии ребенка, позволяет ему отвечать за свои поступки. И Гражданский кодекс уже определенную ответственность возлагает на ребенка, и Уголовный кодекс. Но я хочу обратить внимание о том, что, к сожалению, законодатель полагает, что, например, сексуальные преступления, статья 134, ответственность за совершение половых актов, в том числе в возвращенной форме, наступает только с 18 лет. Хотя, как известно, именно в 16-17 лет, в 15 даже, может быть, наступает взрыв сексуальности у молодых людей. Поэтому здесь противоречие. Мы что, будем с 12 лет тебя привлекать к ответственности, например, по статье 134, или оставим 134-ю на уровне 18 лет, а подростки делают, что хотят, поэтому здесь лукавство содержится в этом законе, и я с ним не согласна. Спасибо большое. Когда ребенок совершает преступление, у нас, как правило, говорят, что виноват кто угодно. Общество, культура, учителя. А что такое вина? Что такое вина, по-вашему? Одна минута. Не важно, что значит вина, по-моему. Важно, что значит вина с точки зрения Уголовного кодекса. Вина доказывается в процессе уголовном. И поэтому суд должен доказать, что человек, неважно какого возраста, умышленно и осознанно совершил преступление и желал наступления последствий, которые повлекло это преступление. Вот что такое вина с точки зрения Уголовно-процессуального и Уголовного кодекса Российской Федерации. И я с этим полностью согласна. Поэтому, когда мы говорим об уголовной ответственности малолетнего, до 14 лет, то Конвенция о правах ребенка говорит нам, что ребенок до 18 лет в силу своего физического и психического состояния не в состоянии самостоятельно защитить себя, и он должен быть защищен своими родителями. А уж ребенок до 14 лет, он малолетний, и это та группа специальная, которая защищается Уголовным кодексом особо, естественно, он до конца многие вещи не может понимать и не давать им адекватную оценку. Ну, если можно, я потом хотела бы немножко о статистике сказать. Скажите, пожалуйста, как раз у вас есть такая возможность. Да, вот вы знаете, я специально, прошу прощения, надену очки, попросила дать мне статистику, и я полагаю, что конкретика это всегда интереснее, чем общее рассуждение. По чьим данным это статистико? Да, вот посмотрите, это статистика службы исполнения наказания. Вот сегодня мне буквально дали. 2005 год, преступление всего совершено малолетними. Сколько бы отбывали наказания? Несовершеннолетние. 14 500. В 2010 году отбывают наказание 4 000, а в 2011 году отбывают наказание всего 2808 человек, менее 3000 человек. Вот, пожалуйста, вам статистика официальной службы. Дальше я вам хотела бы сказать. Мы говорим о том, что сроки заключения, тяжкие преступления, всего более 5 лет наказаны, 450 человек у нас. Это значит убийства. Какие-то тяжкие, жестокие убийства. Так вот, убийство совершено, всего 463 убийства, а за убийство, как известно, назначают сроки лишения свободы. Поэтому, когда мы говорим о том, что резко возрастает преступность, подростковая, то мы должны сказать о следующем. По видам преступлений, на 2011 год, последняя статистика, разбой и грабежи, чуть меньше тысячи, и еще 500 кражи, полторы тысячи преступлений, то есть это были тяжкие в группе, и за них назначено наказание, связанное с решением свободы. А, например, причинение вреда всего 111 человек. Поэтому 400-500 человек, я обращаю внимание всех зрителей, на те цифры, которые имеются в службе исполнения наказания. То есть за тяжкие преступления у нас привлечены к уголовной ответственности всего 500 человек. То есть вы хотите сказать, что не так, извините за фразу, страшен черт, как его молюют? А, черт может быть и страшен, но когда вводят заблуждение граждан... Это неправильно. Спасибо. Нет, подождите, и еще одна цифра, которая, я думаю, заинтересует всех. По возрасту. У нас отбывает наказание по возрасту от 14 до 15 лет всего на 2011 год 159 человек. Откроете интернет, посмотрите, и вы все это дело увидите. Но кроме того, от 16 до 17 2000 человек, а от 18, когда уже в разном вошли, 500 человек. И в основном это кражи, грабежи, то есть преступления имущественного характера. Спасибо большое. Много цифр. Надеюсь, что те цифры, которые хотели услышать наши зрители, они услышали. Ну, 500 человек за убийство отбывает наказание. Думаю, это понятно всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!